Unix у нас традиционно использует такие понятия, как стандартный ввод, вывод и вывод ошибки. Мы сейчас с ними разберемся. Обычно ввод это клавиатура, а вывод это вывод на экран, чаще всего. Но мы можем с вами, конечно, выводить какую-то информацию о выполнении команды в отдельный файл или передавать другой команде, потому что чаще всего, когда мы работаем в Linux, мы создаем такую последовательность из команд. То есть результат предыдущей команды мы отправляем в следующий и так далее, и так далее. Получается такой конвейер. Сегодня у нас занятие о том, как, собственно, сделать вывод одной команды вводом другой. На примерах рассмотрим. Итак, LPIC 103.4. Потоки, работы с потоками данных. Четыре вопроса будут на экзамене на эту тему, как минимум. Студент у нас, как утверждают LPIC-овцы, должен просто научиться управлять вот этими потоками данных, то есть уметь передавать от одной команде другой данные, с которыми эта команда работает. То, что мы будем с вами делать, вы видите на слайде. На практике мы сейчас разберемся. Основные понятия, с которыми мы сейчас будем с вами справляться, значит, это, прежде всего, стандартный ввод, стандарт input. У него есть цифровое значение 0, стандартный output, цифровое значение 1, и стандарт error, цифровое значение 2. С нулем и с единицей мы обычно не работаем, а вот двойка, как стандартный вывод для ошибок, мы сейчас посмотрим. Кроме того, у нас есть такие символы, мы с ними уже сталкивались на наших занятиях. Значок больше или стрелочка вправо, это передать значение дальше. Две такие стрелочки, это дописать значение дальше. Стрелочка в обратную сторону или значок меньше, это взять значение из, допустим, этого файла. И значок вертикальная черта, это значок конвейера, pipeline, это отправить результат следующей команде. Кроме того, мы познакомимся с двумя командами новыми, это команда t, которая позволяет одновременно и отправить файл значения, и вывести его на экран. И команда xarx, которая у нас умеет построчно передавать навод значение следующей команде. Что это значит, сейчас поглядим в нашу мунту. Итак, команда, с которой мы знакомились в прошлый раз еще, команда wc, расшифровывается в word count, читает количество слов. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть в текущей папке, есть файл, file1.txt. Давайте скажем ей, file1.txt. И вот он показывает количество слов, символов, строк и так далее. Если мы хотим указать этой команде какой-то другой input, на самом деле эта команда и так у нас работает с файлами, мы можем сказать ей, взять информацию из этого файла. То есть можем вот таким принципом написать, то есть команде word count передать из этого файла. И он посчитает нам, в принципе, то же самое. То есть в данной ситуации у нас команда не знает, с каким файлом она работает, просто ей поступает вывод из этого файла. Файл выводит свой результат этой команде. Но вот такую стрелочку обратно мы на практике используем резко, редко. Чаще мы используем стрелочку в правую сторону. И мы можем сказать, например, вот мы вывели ls. Можем сказать, чтобы команда ls нам отправила результат не на наш стандартный вывод. У нас стандартный вывод, это наш экран, наша консоль. По умолчанию у нас, собственно, результат всех команд выводится в нашу консоль. Можем сказать, чтобы результат был выведен в отдельный файл, например, list.txt. То есть выполнить команду, а результат передать вот сюда. Нажимаю вот так вот. Смотрю, что у нас получилось. Появился файл list.txt. Можем его посмотреть. Команда cut, напомню, у нас есть, чтобы посмотреть маленькие файлы. И видим то, что в этом файле у нас появился перечень того, что находилось в этой папке. Вот так она у нас работает. Если мы снова выполним эту команду и снова посмотрим катом, видите, получается то же самое. То есть каждый раз у нас файл list.txt перезаписывается. Если мы хотим, чтобы у нас файл не перезаписывался, а дописывался каждый раз, мы ставим две стрелочки вправо. И теперь у нас, если мы выполним кат list.txt, вы видите, файл стал намного больше. То есть у нас сначала то, что было записалось, то есть прошлый результат, после чего дописалось новое. Если я сейчас еще раз выполню вот эту вот команду ls две стрелочки list.txt, у нас допишется снова содержимое этих папок. То есть у нас три раза будет одно и то же. Так у нас работают с вами стандартные стрелочки направо-налево. Ну, мы, говорю, с ними очень часто с вами работали. Я думаю, тут особенно ничего вам нужно, такого объяснять не нужно. Стандартный вывод ошибок. Так, смотрите, если мы возьмем и скажем, возьми и выдай нам, скажем, содержимое папки. Давайте еще раз поглядим. У нас вот такие папки, скажем, выведи нам содержимое папки bob какой-нибудь. File.result.txt. И мы видим то, что у нас нет такого файла или каталога. То есть у нас нет папки с названием bob. И поэтому у нас стандартный вывод ошибки по умолчанию выходит на экран. Точно так же, как и обычный стандартный вывод этой команды. У нас стандартный вывод и стандартный вывод ошибки выходит на экран, в нашу консоль. Если мы хотим, как в прошлый раз мы с вами вывели результаты команды в файл отправить, так же мы можем отправить ошибку в результате выполнения этой команды в какой-то файл. То есть мы можем сказать, давайте на всякий случай с вами глянем на файл.result.txt. Видите, он пустой. Можем сказать то же самое. ls.bob. Так, так, так. Но теперь отправим ошибку. То есть вспоминайте слайд. У нас 0 это стандартный вывод, единица стандартный вывод, двойка это стандартный вывод ошибки. И мы говорим, выполни команду list для папки bob. При этом ошибку, вот эту двоечку, которую я не могу выделить сейчас никак мышкой, отправив в файл.result.txt. В этот раз, вы видите, у нас не получилось вот такой вот ошибки, потому что у нас ошибка отправилась в файл.result.txt. И если мы посмотрим этот файл, мы видим то, что в нем появилась у нас вот эта вот ошибочка. То есть если поставить после выполнения команды 2 больше, это у нас отправить ошибку туда-то. Если отправить, написать единица больше, это просто отправить вывод в этот файл. Но мы можем единицу не указывать, она используется по умолчанию. Поэтому, когда мы пишем команда, с чем работать и стрелочка больше, значок вправо, это отправить результат в такой-то файл. Мы можем за один раз, кстати, объединить выполнение этих команд и сказать, например, выведи содержимое папки bob в файл.result.txt. А если возникнут ошибки, двойка, то ошибки в выведе файл error.txt. И тогда у нас и команда выполнится, и если она выполнится, у нас что-то будет в этом файле. И ошибки параллельно, которые у нас есть, запишут этот файл. Вот это уже применение на практике часто встречается, когда мы хотим что-то выполнить и знаем то, что посыпятся ошибки. Мы можем отдельно ошибочки выводить в отдельный файл, такой влог, и смотреть, что там происходит. Есть следующая штука, это конвейер. Конвейер у нас умеет передавать данные из одной программы выходные, как входные для другой. То есть выполняется результат команды, после чего он идет куда-то дальше. То есть мы можем, например, написать вот так вот. Выполни команду list. И мы с вами могли отправлять результат этой команды в файл какой-то, но не могли передавать следующей команде. То есть у нас мы меняли только стандартный вывод, куда, на экран или файл. Мы можем сказать, передай эту информацию, значок пайплайна, в команду grep. Не помним, мы ее проходили или нет. То есть отсортируя результаты, скажем, по содержимому, в смысле по названию. Если у нас есть буква R, давайте, файль. И он нам показывает, то есть он взял, выполнил команду list. Команда list получила вот эти вот данные, после чего она передала эти данные через вот этот значок в команде grep. И команда grep отсортировала их по наличию в них символа R. И вот мы получили вот такие вот три мини-файла и имя-папки. Вот так вот у нас работает команда конвейера. Но мы с ней уже с вами на практике работали, говорю. То есть еще раз подчеркну. Стрелочки у нас просто отправляют файл, берут из файла, дописывают файл. А значок конвейера передает от одной команде другой. В этом разница. Есть такой еще момент. Команда list у нас выдает текст на экран. Стрелочка передает файл. А если мы будем использовать с вами команду t, она будет делать одновременно и то, и другое. То есть мы выполняем команду ls, то есть выведя перечень содержимого папки. После чего конвейер. И передай по конвейеру это значение команде t. А команда t у нас выведет результат и на экран, и в файл. Файл, допустим, output.txt. То есть мы и на экране видим результат, и если мы посмотрим с вами файл output.txt, в нем будет то же самое. То есть чтобы не писать два раза команду, команда t у нас может отправлять и на стандартный вывод, и в какой-то файл. Так она у нас работает. И еще одна очень важная команда, которая часто очень используется. Команда xargs. Она у нас построчно работает с выводом. То есть если у нас есть какая-то команда, которая выдает нам вывод в виде нескольких строк ответов, то мы можем эти строки построчно передавать следующей команде. То есть не одной кашей, а именно подстрочно. Например, чаще всего, кстати, эта команда у нас и работает с командой find. Найди команда find, тоже на прошлой занятии мы проходили с вами, в текущем каталоге, поэтому точка, файлы. Так, а что у нас там есть? Давайте глянем. Все давайте txt поищем. Найди в текущем каталоге файлы, содержащие звездочка, точка, txt. И вот он нам показывает, сколько у нас есть текстовых файлов. И вот если бы мы захотели с вами удалить все текстовые файлы отсюда, нам бы пришлось их вручную каждый раз удалять. Но мы можем сказать, найди все файлы, которые здесь у нас есть, которые являются текстовыми. И значок конвейера, pipeline, передай их команде xargs. А эта команда уже попросит их удалить. rm-f remove force принудительно. То есть эта команда сейчас у нас find построчно дает вот эти результаты, построчно передает этой команде. А эта команда выполняет с каждой строкой вот это вот действие. То есть вот так вот мы возьмем сейчас с вами и удалим все текстовые файлы в этой папке. Это может быть удобно, если мы хотим удалить, допустим, наиболее редко используемые файлы, очень большие файлы, когда нам нужно что-то перебрать и вот так вот удалить. А вообще команда xargs у нас будет еще, я думаю, тоже встречаться на практике. Разобрались мы со стандартным вводом и выводом. Очень ценное с практической точки зрения занятие, потому что мы будем очень часто передавать результаты в какие-то файлы или еще чаще использовать конвейер, когда файл будет передаваться и туда, и туда. Для того, чтобы видеть, что происходит, мы будем с вами точно так же использовать команду t, которая будет записывать результаты куда-то и одновременно параллельно показывать их нам. xargs чаще всего будем использовать вместе с find. Спасибо, что смотрели.